Здравствуйте, дорогие друзья, недельная глава Микец. И было в конце двух лет, фараону приснилось, что стоит он у реки. Вот на эту тему рассказывают такую историю. На Украине жаркое лето, основатель хаситизма Балшемтов со своими учениками по выжженной там степи идет, там никого нету, вода закончилась, запасы. И что делать никто не знает. И учитель говорит ему, один из учеников, что мы будем делать, нам нужна вода. Прежде всего, сказал Балшемтов, нужен бетахон, уверенность, что Бог не оставит нас в беде. Это номер один всегда в жизни. Тогда будет и вода. На третий день пути им повстречался пастух. Он подошел к ним и говорит, не видели ли они его овец. Балшемтов прикрыл глаза, так, через секунду говорит, вот в том направлении, идем я тебе покажу. Дошли, вот там нашли они овец, которые были у заброшенного ручья. Там была вода и так далее. Спасибо, говорит пастух, я их ищу третий день. Балшемтов улыбнулся и они расстались. Учитель говорит ему, тот же Хасид. Ясно, что именно Бог послал этого пастуха, чтобы привезти нас к воде. Но одну вещь я не понимаю, почему этому пастуху пришлось блуждать три дня? Почему он не потерял этих овец сегодня, чтобы найти нас? Объясню тебе, сказал Балшемтов. Этот пастух три дня окружил вокруг нас, ожидая, когда мы, наконец, проявим бетахон. Поверим точно, что Бог с нами, что он нас выручит и даст нам воду. Пастух мог прийти вчера, позавчера. Неважно. Всевышний был готов свести нас с ним в любой момент. Но мы испытывали страх, неуверенность. И только сейчас, когда мы стали по-настоящему уповать на Творца, только от него ждать спасения, состоялась эта встреча. Это очень глубокая история. Медраж рассказывает, что фараон видел сны про коров и колосья каждую ночь в течение двух лет, пока Иосиф был в заточении. Но проснувшись, он их забывал. И лишь по прошествии двух лет египетский правитель запомнил их и был потрясен и потребовал расшифровки. Но если вся цель сна фараона, сновидений, состояла в том, чтобы призвать Иосифа из тюрьмы, для их объяснения, зачем потребовалось видеть их два года изо дня в день, каждый день? Почему было недостаточно всего один раз увидеть тот момент, когда пришел день освобождения Иосифа? И вот история с Балшемтовым рассказывает нам, подсказывает ответ. Иосиф мог выйти из тюрьмы каждый день в течение двух последних лет. Каждую ночь фараон видел один и тот же сон. Но все время Иосифу чуть-чуть не хватало уверенности. Он то надеялся на посланца фараона, то еще на кого-то. Он продолжал надеяться, что не Бог, а придворный виночерпий, которому он предрек освобождение, вспомнит о нем и замолвит о нем слово. И лишь по прошествии двух лет, когда надежда, кроме Бога, успарилась, больше не было, Иосиф стал уповать только на Бога. Сразу вспомнил фараон свои сновидения. Пророк Армиягу сформулировал эту мысль следующим образом. Благословен человек, полагающийся на Господа. Господь будет ему опорой. Мудрецы говорят, что Машиех, Машиех, которого мы ждем, уже много лет ходит возле нашего порога и топчется там. Он может прийти каждый день. Агенты Бога там давно здесь, они ходят кругами вокруг нас и ждут, когда признают наконец, что только тот, кто на небе, только он один хозяин может даровать вечную свободу, рассеять мрак, рассеять духовное рабство, которое мы по недоразумению считаем светом и держимся за него. Огромные мысли заложены во всем этом. Давайте я расскажу короткую историю. Однажды хасиды в советское время, ну, конечно, их арестовали, группу 12 человек, отправили в Сибирь, они приехали туда, забрали у них тфелины, все сожгли, не в ужасе. И вот вечером они собрались вместе, тихонечко рискуя всем, и у них договорились, что каждый будет говорить полторы минуты и разбегаются. И вот пишет Равин, что я запомнил слова своего друга Драготимера. За полторы минуты он сказал следующее. Сказал пророк, зачем, скажешь, Яков, зачем, скажешь, Израиль, скрылся путь мой от Бога. Разве не знаешь и не слышит Бог мира, всесильный Творец, не познаваем разум его. И он сказал, человек, испытывающий страдания, проблемы, вот как сейчас у нас, на самом деле страдает вдвойне. Кроме самих страданий, он еще терзается мыслью о том, что им не будет конца, он не знает конца этих страданий. Кто знает, сколько это все продлится. От одной только этой мысли можно попасть в сети отчаяния и не выйти оттуда. Человек склонен думать, что как Бог бесконечен, так и страдания бесконечные, которые он посылает. Поэтому ему и говорят, Бог мира всесильный. Верно, он не имеет границ, но он также и Творец краев земли. Землю и все события в ней он создал ограниченными. Он может сделать такое, поскольку не познаваем разум его. То же касается и страданий человека на земле. Конец положил тьме. Мы еще обязательно выйдем из мрака к свету. И вот эти слова, говорит Равин, вдохновили нас очень сильно. Сколько надежды можно подарить было за полторы минуты. Не только в Сибири. Каждый человек в любом состоянии, в любой темноте должен знать наверняка, что конец положил тьме. И свет уже близится. И не будет бесконечных страданий. И скоро все закончится. И в этом урок Хануки и нашей недельной главы. Брахавы от Слаха. Продолжение следует. Брахава от Слаха. Продолжение следует...